Что касается сетей контекстной рекламы, тут в принципе очень давно уже крутится именно текстовое объявление. Все ими были довольны, но не так давно начали вводиться массово трансляции медийной рекламы, графической рекламы взамен блоков. Практики тут в принципе у людей достаточно мало, поэтому я хотел бы обратить внимание именно на баннерную рекламу и основы баннерной рекламы для себя не касаясь поисковых систем. Я считаю сеть AdSense, в которой мы размещаемся посредством Google AdWords. Что тут, какие плюсы? Ну, первое, о чем тут стоит сказать, для того, чтобы вы разместили свой баннер, нужно, чтобы вы перебивали определенный процент объявлений ваших конкурентов. То есть стоимость трансляции должна быть выше, чем, скажем, если на небоскребе там транслируется 5 объявлений, то первую тройку вы должны обязательно перебить. И Google будет ориентироваться тут при соотношении баннер-объявления, он будет ориентироваться уже в первую очередь не на показатель качества объявлений, которые являются основополагающим при трансляции текстовых блоков, а ориентир будет в первую очередь идти уже на стоимость клика. И тут мы получаем, на самом деле, такое замечательное преимущество, то, что подчас не самые лучшие баннеры можно воткнуть выше, чем объявления ваших конкурентов, просто за счет того, что у них уже очень хорошо соптимизировалась цена. Таким образом, вы можете занять достаточно посещаемые и качественные ресурсы с очень хорошей, достаточно толстой такой и любящей кушать аудиторией, достаточно задешево. И вот эту вещь я бы рекламодателям учитывать всегда, потому что конкуренция по баннерам в Google в принципе достаточно низка, но идет все большее и большее количество обращений. И качественные площадки начинают, возможно, если вы периодически серфите по интернету, вы можете замечать, что количество текстового контекста от AdSense, оно в принципе сокращается в пользу медийного. И еще основным плюсом, наверное, сети AdSense для размещения будет являться тот факт, что вы можете продавать контекст как медийку, потому что тут нет проблем, чтобы обсчитать стоимость тысячи показов и жестко ее удерживать. И в этом плане открываются дополнительные возможности для привлечения очень крупных рекламодателей, для которых важна цена контакта, которую они рассчитывают из визуального контакта, а не перехода на их сайт. Что касается еще нестандартного контекста, давайте вернемся к поисковым системам. Тут у нас есть в принципе, ну, можно сказать, что всего два варианта рекламы. Первый – это медийный контекстный баннер от Rambler, и второй – это баян от Яндекса. Тут люди иногда ждут в тематиках с высокой кликабельностью просто каких-то чудовищных цифр. Сразу хочу расстроить тех, кто никогда не пробовал размещать эти инструменты, высокой кликабельности не будет. Яндекс вообще, в свою очередь, позиционирует данный инструмент исключительно как имиджевый, и, соответственно, его рассматривать я не вижу смысла, потому что массовости он не получит никогда, пока не изменится политика Яндекса. Что касается Rambler, что тут любит аудитория? Аудитория определенно любит синие и зеленые цвета. То есть, когда мы изготавливаем рекламный баннер для Rambler, я бы рекомендовал учитывать более насыщенный по содержанию цвет, чем цвет самого Rambler, но при этом в том же самом тоновом сегменте. Если синий ваш корпоративный – замечательно, зеленый ваш корпоративный – тоже неплохо. Следует также помнить, что баннеры вообще дают большее вовлечение аудитории. Допустим, МКБ на Rambler дает среди всех контекстных рекламных кампаний, статистика по моему агентству, наибольшее вовлечение. Но, как ни странно, несмотря на то, что эти люди в среднем просматривают на 40-60% больше страниц, чем среднестатистический посетитель с контекста, это не выливается в большее количество заказов. Но, тем не менее, как имиджевый инструмент и как инструмент эффективного снижения стоимости клика, он, безусловно, является суперэффективным. Ну, пожалуй, для завершения сегодня все, и я готов ответить на ваши вопросы. Да, давайте перейдем к ответам на вопросы. Гошков Станислав спрашивает. Скажите, пожалуйста, поподробнее про технику подсидки конкурентов. Посмотрите, техника, результаты. Понятно. Станислав, ситуация достаточно простая. Всегда есть конкуренты, особенно в спецразмещении. Это на первой позиции видно, которые завышают цену, желая напугать либо своих конкурентов, либо новичков. Если вы играете, тут любимое мое сравнение с покером, оно не лишено смысла, потому что фактически их действие является блефом. В 60% случаев, даже, возможно, больше, там два рекламодателя из трех, когда устанавливают верхний предел ставки, они в реальности эту ставку платить не готовы. Если вы видите у себя спецразмещение, что там первое место стоит 8 долларов, второе место стоит 94 цента, при том, что тематика, в принципе, имеет определенный уровень конкуренции, вы должны четко понимать, что 8 долларов – это блеф. Это желание рекламодателя платить доллар, но при этом показывать, что он готов платить 8. И никаких 8 он в реальности не ставит. Техника очень проста. Вы ставите 7,99 и просто мониторите статистику. Ни в коем случае не позволяйте вашему конкуренту поставить 7,98, чтобы подсиживать уже вас. Тогда вернитесь. Просто рывками отпускайте его и поднимайте. Через какое-то время эта игра надоедает всем. Она муторная, она утомительная. И в конечном итоге, если ваш конкурент следит за своими расходами и своей статистикой, он вернется в приемлемые рамки клика. То есть второе спецразмещение 0,94, там первое получите 1,3-2 доллара. А если не следит, тогда у него просто рекламный бюджет начнет съедаться в разы быстрее, соответственно, в 4 раза. И вы просто будете чаще его выкидывать. И в конечном итоге он либо решит для него, что контекст неэффективен просто по причине своей неопытности, либо перестанет выпендриваться, и вы будете конкурировать достаточно спокойно и нормально. То есть техника это в свое время, если не ошибаюсь, Третьяков, когда скупал на аукционах картины, он никогда не делал ставки, он говорил плюс 1 рубль. Техника подсидки это минус 1 цент. Зритель Андрей спрашивает, что много лет занимался бизнесом, в последнее время начал заниматься поисковым продвижением, и хотел бы заняться контекстной рекламой. И спрашивает, с чего начать и где найти информацию по этому виду бизнеса? Если вы еще не сталкивались с контекстной рекламой, я бы рекомендовал вам начать просто с изучения Google AdWords и изучения Help. После AdWords просто заниматься остальными системами контекстной рекламы проще, хотя придется привыкнуть к нюансам. Ну, нюансы это таковы, как у каждой системы есть свой индекс эффективности объявлений, своя шкала качества объявлений, согласно которой они градируют объявления выдачи. Если вы поймете принципы AdWords, понимать остальные вам будет проще. То есть тут просто рекомендую изучить Help и возможности. AdWords действительно колоссальные. И основные системы, если вы будете добиваться того, что, скажем, 60% ваших объявлений будут в AdWords иметь показатели качества 9 из 10, а 15% вряд ли можно добиться больше в России, будут получать 10 из 10, остальные будут восьмерки, тогда это просто будет говорить о том, что, когда вы придете в Директ, у вас будет просто наилучшее соотношение цена-качество по рекламе, вам будет очень легко. Для проверки есть тестовые сервисы сдачи экзамена на Google Qualified Professionals. Если вы можете сдать его достаточно качественно и видите, что вы отвечаете на большинство вопросов, в принципе, вы будете готовы. Если вы много лет занимался бизнесом, если вы до этого, тем более, много лет занимались бизнесом, то вам будет вообще достаточно просто, потому что опыт по строению собственного бизнеса, он, в принципе, подсказывает вам, что такое, вам легко понять, что такое рентабельность. То есть вы можете легко понимать, что любой бизнес строится на цене контакта, на рентабельности, на условиях, на определенных политических еще аспектах. Но также вы можете понимать, что любой бизнес должен иметь конкурентные преимущества. Соответственно, если вы занимались бизнесом, вы должны уметь их выделять. Если вы умеете их выделять, тогда контекст для вас будет очень прост. Но, в принципе, и SEO для вас должно быть тоже достаточно простым тогда, потому что эти конкурентные преимущества вы можете, опять же, переносить на сайты своих клиентов. Также пользователь, точнее, даже не пользователь, а все-таки зритель Александр задает похожий вопрос. Как вы сами рекламируете свои услуги или как начинали рекламировать свои услуги, когда только зарождался ваш бизнес? Понятно. Александра, ситуация такая. Я сначала начну с зарождения. Я не мог отказаться от контекстной рекламы. То есть это, в принципе, то, чем заставили в свое время заниматься. Ну как заставили? Не мог отказать одному человеку. Я занимался рекламой целым. Не смог отказать человеку, когда он попросил заняться компанией его друга. Потом пришел еще, 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 еще. Потом тот бизнес сферу различных причин, связанных с законодательством Российской Федерации, закрылся. Это игорный бизнес. И, соответственно, я просто заметил, что мне интересно этим заниматься. И стал заниматься исключительно контекстом. Потом, правда, стал открывать другое. То есть изначально я в это не вкладывал вообще ничего. Скажу больше, просто в мое обучение люди, которые владели некоторыми бизнесами, в свое время вгрохали достаточно безумное количество денег, очень многозначное и в неприличных валютах. Что касается собственной рекламы, я ее даю с одной единственной целью. Я на себе и на своих собственных компаниях, на своих собственных бизнесах проверяю эффективность тех или иных инструментов рекламы. То есть в последнем, ну вот кому-то было там смешно, кому-то понравилось, наоборот, я проверял, допустим, эффективность комиксов в сети интернет, рекламных комиксов. И естественно, найдя хороших художников, лучших художников, я не пошел впаливать это своим клиентам. Я просто снял старый сайт свой, повесил вместо него один рекламный комикс и залил на него трафик по запросу контекстной рекламы. И тут могу рассказать, что получилось. Получилось очень интересно то, что комикс отсекает в интернете крупный бизнес, комикс отсекает слишком малый бизнес по той причине, что они понимают, в принципе, какую-то креативность создания и их отпугивает потенциальная стоимость. И комикс привлекает в основном средний бизнес, либо такую вершину малого бизнеса и руководитель. То есть по комиксу к вам не обратится секретарша, например, не будет устраивать прозвоны, не будет приглашать на тендеры. Но будут обращаться люди, которые способны достаточно интересно мыслить, которые способны мыслить творчески и которые являются владельцами своего бизнеса. То есть это аудитория, которую бери не хочу, я очень хочу. И рекламу.